Девушки отдыхают 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 Мы, и я подозреваю, что владельцы магазинов каких-то тоже немножко запутались, начиная с выходных, да, то есть кто-то из них работал, кто-то не работал. Было два каких-то списка о том, кто может работать, ну, там вот именно по ассортименту товара, да, они менялись эти списки. На настоящий момент ситуация какая? Давайте, коллеги, мы все-таки разделим два вопроса. Итак, у нас в соответствии с указом и постановлением правительства Кировской области номер 122-П о введении ограничительных мероприятий карантина на территории Кировской области было принято решение практически все те же самые даты, которые указом президента определили нерабочими, приостановить деятельность торговых организаций, за исключением тех, которые осуществляют продажу продовольственных товаров и аптек фактически. Речь идет о том, что все магазины, которые осуществляют продажу непродовольственных товаров, они должны приостановить свою работу с 28 марта по 5 апреля. Это сделано как раз для того, чтобы исключить массовое скопление людей и спровоцировать дополнительное распространение вируса, с которым мы, собственно, сейчас все должны консолидировано призываются всех федеральных каналов и региональные СМИ от нашего самосознания и от нашей правильной самоизоляции, для чего, собственно, были введены эти нерабочие дни президентам, определенным образом правильно сработать. Я понимаю, что в эти выходные дни очень многих предпринимателей сбила с толку немножечко история, связанная с той информацией, которая появлялась по линии Минпромторга. Минпромторг в конечном итоге определил перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Это документ, конечно, важный и нужный, но в данном случае, с учетом текущей эпидемиологической ситуации именно в городе Кирове и в Кировской области целиком, и было принято решение на штабе правительства Кировской области о приостановке деятельности категории торговых объектов непродовольственного назначения. Так. Вот граждан, когда они задавали вопрос, что вот этот объект работает, вот этот объект не работает, значит, мы эту всю информацию согласно компетенции передавали в ОМВД и, собственно, достаточно оперативно, достаточно профилактическими, я бы сказала, в первую очередь разговорами у нас отрабатывались и объекты действительно закрывались. Конечно, есть определенные элементы добросовестного исполнения решения, принятого правительством Кировской области, либо недобросовестного исполнения, но это сейчас все мы отрабатываем. Так, Наталья Михайловна, правильно ли я понимаю, что вот те магазины, те товары, которые в списке вот этого Минпромторга, там есть детские товары, электрооборудование, стройматериалы, то есть они тоже должны быть все закрыты? Да, они должны быть закрыты. И вот вы сейчас даже по тому перечню, который мне называете, я понимаю, что у вас в распоряжении не окончательный список, не последний список вот этих непродовольственных товаров. Не-не-не, последний мы тоже видели, где очень строго, где только условно. Там нет строительных материалов и нет электротоваров, коллеги. Да, мы видели там. Да, да, они должны быть закрыты. И коллеги, мы прекрасно понимаем, что в эти дни, вот в эти дни все эти товары, по большому счету, которые стоят в перечне непродовольственных товаров, вы можете спокойно приобрести и в непродовольственных отделах, продовольственных магазинов, потому что этого запрета не существует. То есть продовольственные магазины не должны убирать непродовольственные товары, они как торговали, так и торгуют, а также в аптечной сети. Ну, то есть, условно говоря, вот хостовары, которые продаются в тех же наших продуктовых магазинах, все эти порошки, подгузники, стиральные порошки и прочее, там это все может продаваться. Но магазины, которые торгуют только этим, они не должны работать? Нет, они не должны работать. Деятельность их приостановлена, еще раз подчеркну, уважаемые коллеги, с 28 марта по 5 апреля. Вот то количество предприятий-нарушителей, 57, оно уже намного расширилось, потому что вот... 57 по итогам выходных было, да. Да, потому что, я знаю, вот вчера люди писали о том, что работают и работают достаточно крупные магазины. Да, безусловно, мы вчера собирали как раз на этот счет тоже заседание у Игоря Владимировича на счет отработки и согласованности в действии всех структур, которые так или иначе соприкасаются с торговой деятельностью. К сожалению, сегодня утром нам еще не передали количество нарушителей, но я вам могу сказать, что у нас уже появился топ-5 нарушителей, и мы надеемся, что сегодня в течение дня однозначно вопрос по ним будет решен. Я хочу поблагодарить тех представителей торговых организаций, которые, несмотря... Мы все в одинаковой ситуации в данном случае находимся, они достаточно с пониманием относились к этой истории, они перенастроили свою работу. Еще раз подчеркну, что если у магазина организован интернет-заказ, то выдавать товары покупателям, безусловно, можно. Самое главное, чтобы не было покупателей в торговых залах, то есть это должно быть организовано, целевизовано и человеческим образом. Ведь мы закрыли не для того, чтобы мы хотим навредить или приостановили деятельность торговых организаций, ни в коем случае. Речь сейчас идет о том, что мы должны ограничить скопление людей в данных торговых объектах. Наталья Михайловна, и последний, наверное, вопрос. Вот топ-5 нарушителей, это вы что имели в виду топ-5? Они повторно нарушают или что это? Это имеется в виду те, кто у нас не выполнил решение о постановлении правительства Кировской области в субботу и в воскресенье. И информацию о которых мы в организациях передали в ОМВД, в Роспотребнадзор, в Росгвардию для того, чтобы нам коллеги тоже помогли. Но сразу хочу сказать, что это не означает, что очень жестко заходят данные структуры. Нет, ни в коем случае. Мы вчера тоже это проговаривали, что все-таки они идут с разъяснительной работой в первую очередь. А уж если, конечно, там повторно они заходят на объект, то... Там уже штраф. Ну, надо уже понимать о том, что нет, штраф не сразу, там уже включается своя процедура, фиксация нарушения и так далее. Поэтому, уважаемые предприниматели, я прошусь отнести к ситуации с пониманием и в любом случае, дальше в зависимости от развития событий, мы будем принимать решение. Наша задача максимально оперативно сейчас эту информацию вносить до предпринимателей Кирова. Спасибо большое. Наталья Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, была с нами на связи. Благодарим и продолжаем. Мы сейчас будем набирать представителей наших сетей общественного питания, которые как раз закрылись, но в каком-то формате некоторые из них работают. То есть как раз кто-то перепрофилировался на дистанционную продажу или на продажу... Кофелайк. Сегодня я проходила мимо, думала, что они закрыты, они закрыли двери, но выдают кофе через окошко. То есть так же точно, как там крупные вот эти фастфуд-сети, да, у кого организована вот эта вот история без помещения посетителей в зал непосредственно, там, обеденный, да, можно придумать что-то. Но плюсом общепит, насколько я понимаю, сейчас пытается переориентироваться на доставку продуктов. Вот. И на связи у нас сейчас Илья Редькин, генеральный директор группы компании СПК Неон. Илья, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Можете ли вы нам рассказать, как вы работаете? То есть я так понимаю, что посетителей вы не принимаете, ну, в обычном таком формате, да, но вы вообще работаете или все пока на карантине? У нас работает только доставка из одного из заведений, и, к сожалению, мы вынуждены, согласно постановлению, были закрыты. Илья? Алло? Так, что-то у нас со связи. Мы сейчас попросим продюсера набрать нам снова нашего эксперта. Почему-то оборвался звоночек. Вот. Ну вот смотри, да, вот по ПОП опять, возвращаясь к Наталье Кряжевой, министр эконом-развития, если я правильно поняла, то есть, видимо, кто-то не закрылся даже после предупреждения. После первого предупреждения. После первого предупреждения. И я все же думаю, что рядчиков в этом топ-5 есть как раз крупные магазины. Ну, не будем уж их, ладно, озвучивать. Мне кажется, что вот этот список, про который говорила Наталья Михайловна, список Минпромторга, наверное, всех ввел в заблуждение. Я тоже думаю, что да. Да, Илья Редкин снова с нами, насколько я понимаю. Илья, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Да, и здравствуйте еще раз, да. Сорвался звоночек. Так, мы остановились на том, что одна из ваших точек работает и работает на доставку. Да, одна точка работает на доставку и работает одна кулинария чисто на вынос, без торгового зала. Остальные все объекты закрыты, к сожалению, мы вынуждены сидеть по домам. Как вы организовали работу? То есть, это те сотрудники, которые на этих непосредственно точках и работали, они остались? Или вы как-то меняете их местами, чтобы у каждого там из сотрудников в вашей сети была возможность заработать хотя бы немножко? Нет, мы, те, кто работали на этой точке, они продолжают работать. То есть, они работают в урезанном составе, тоже не в полную мощность. А остальные точки все сидят дома, в оплачиваемом отпуске. Как изменилась или не изменилась история с потоком клиентов? Как много и стало? Да, по доставке. Насколько снизился поток? Ну, вы знаете, выходные прошли достаточно бодро. И насколько я общался с другими рестораторами, тоже, кто давно на рынке доставки. Не те, кто запустили только что, буквально вот в условиях той ситуации, что происходит. Выходные прошли хорошо, но вот в воскресенье, понедельник уже начался спад. И я думаю, что он будет продолжаться, потому что у людей деньги ниоткуда не появляются. Сидя дома, они их не зарабатывают, и поэтому там вопрос времени, и скоро доставка пойдет сильно на спад. И если введут жесткие меры карантина, то я думаю, что дальше доставке может грозить закрытие. То есть смысла не будет, да, получается, выводить сотрудников, потому что не будет заказов? Конечно, конечно. Просто не обоснованно. Илья, как сейчас вот оцениваете риски? Через сколько получится восстановиться у предприятия при разных сценариях? Продление карантина или вот то, что он закончится у нас 5 апреля, ну что, конечно, наверное, маловероятно? Ну, конечно. То, что карантин-то кончится 5 апреля, это, скорее всего, маловероятно. Мы это прекрасно понимаем и уже доносим информацию до своих сотрудников, потихоньку настраиваем их, что придется еще дома посидеть, потерпеть, подождать. Оптимистичный прогноз наш, что это может закончиться все к майским праздникам. Ну, а если говорить о каком-то пессимистичном прогнозе, то, как в ситуации с санаториями и с другими профилакториями, это 1 июня стоит срок карантина. Ну, а насчет того, когда восстановится экономика, вы знаете, тут прогнозы вообще сложно строить, потому что, конечно, сразу весь вал гостей не вернется, потому что у людей в том числе и деньги будут потрачены, их нужно заработать, и много накопилось различных кредитных обязательств. Мы прогнозируем, что в лучшем случае, где-то близко, мы приблизимся в следующем году, но не раньше. Не раньше следующего года. Тем цифрам, где мы были на закрытии, хотя тоже абсолютно маловероятно, возможно, что даже не все заведения откроются после карантина. Благодарим Илья Рейкин, генеральный директор группы компании СПК «Неон». Он был с нами на связи. Ну, вот такая история. То есть есть доставка, доставка организованная, работает давно, и пока в выходные еще была потребность у клиентов заказывать. Я видела даже магазины сумок очень быстро переквалифицировались на доставку. Но, опять же, это тоже вот тот товар, я думаю, потребность, в котором отпадет там в первую очередь, поэтому непонятно, конечно, что будут делать. Ну, вот история, например, со стройматериалами, да, это та тема, которую поднимала там я, в том числе, выходные. Мне кажется, что в тот момент, когда люди поняли, что они, возможно, сядут дома на неделю, да, и делать будет нечего, и выходить будет нельзя, наверное, кто-то подумал о том, что можно заняться чем-то полезным, да, и успеть купить что-то там для ремонта. Ну, смотри, там стройматериалы, да, тот же самый Леруа, насколько я понимаю, доставка никуда не делась. Он работает в формате интернет-магазина, и можно не только с доставкой, за которую надо там заплатить, да, но и самовывоз можно организовать. Но проблема в том, что далеко не каждый стройматериал можно купить через интернет, просто не поймешь. Петр Кочетов с нами на связи, я так понимаю, да, управляющий сети Сели-Поели. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Скажите, пожалуйста, вы работаете в формате доставки или вы пока временно не работаете? Так как наш основной формат бизнеса Сели-Поели – это столовая, мы были вынуждены в субботу закрыться, и для того, чтобы в спешном оперативном порядке приготовить все для доставки. То есть по нашим сейчас прогнозам и работе по нашей, мы к пятнице готовимся запустить доставку и обслуживание на самовывоз на юго-западном районе. Петр, расскажите, а вы планировали и раньше, вот до этого карантина, вводить, ну, какой-то формат работы через интернет, или это вынужденная мера была? Сейчас для столовых эта мера вынужденная. Мы готовили доставку в современном формате, через мобильное приложение. Для другой немножко еды и к лету мы хотели доставлять римскую пиццу, роллы, воки и так далее. То есть более интересную такую еду с точки зрения развлечений. Сейчас время нас приводит к тому, что надо просто пережить, прокормиться на нормальной, здоровой, доступной еде. То есть мы сейчас такое предложение для города готовим. Без повышения цен, то есть, грубо говоря, больше, там, за 35-40 рублей. 40 рублей это с копченостями. Ну, понимаете, уровень цен. То есть это не ресторанный уровень цен, например, уровень цен столовой, там, гречка, макароны 20 рублей, там, котлетка 50-60 рублей. Это доступная беда для тех, кто работает. Петр, смотрите, а если вот сейчас, во время, пока эти карантинные меры действуют, доставка вот, ну, прям сработает, готовы ли вы переформатировать немного бизнеса на то, чтобы, возможно, там впоследствии продолжить борщи развозить по 40 рублей людям? Ну, мы же сейчас это все делаем и пускаем удаленки, но команда пашет очень серьезно, потому что мы должны сделать все на сайт, мы должны продумать все процессы, найти в наше трудное время маски. У нас, слава богу, есть все эти септики, все необходимые для санитарии на наших кухнях. Продукты нам потребуются, потому что мы были вынуждены эти продукты израсходовать, скоропортящиеся, да? У нас их нет сейчас. То есть мы сейчас готовимся к тому, чтобы серьезно запуститься заново, и, конечно, если услуга была застребована, останется после кризиса. Благодарим, Петр, ну, желаем, не знаю, терпения там, да, и держитесь, конечно, да, всем нам в этом. Ну, здоровья. Да, это правда. Всем сейчас здоровья. Это правда. Это был Петр Кочетов, управляющий сети, сели-поели, сейчас они вводят доставку, и вот Пятница по Юго-Западу запускается. Да, возможно, если вдруг это окажется золотым дном, я не знаю, окажется ли это золотым дном, но мне кажется, что, может быть, в такое время это действительно поможет продержаться. Ну, вот смотри, вот накануне, да, вчера, по-моему, эфир с Андреем Вавиловым, руководителем Кировского отделения опоры России, был, и вот он сказал, на самом деле, как мне показалось, очень правильную вещь про то, что вот этот коронавирусный кризис заставит переформатироваться многие предприятия и начать работать в несколько ином режиме, в несколько иных там нишах, и, ну, возможно, это даже пойдет на пользу. То есть какое-то новое окно откроется, да? Да. Какое-то новое окно. Понятно, хорошо. Ну, мы сейчас попробуем еще связаться с розницей, так скажем, да, с непродовольственной розницей. На связи у нас Наталья Бельтикова, владелица магазина «Модное место». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Это Анна и Дарья, моя коллега в студии. Наталья, скажите, пожалуйста, мы вчера с вами предварительно общались. Ваш магазин, он работал вот, ну, до последнего времени, да? Он работал в таком формате, ну, глаза в глаза, что называется. То есть клиенты к вам приходили. Но начинался ваш магазин как раз с того, во что сейчас все переходят, то есть из онлайна он вышел. Да, все верно. Можете рассказать немножко? Да, изначально у нас было только снимаемое помещение, где мы выдавали заказы и формировали посылки. То есть мы все вещи, которые есть, а мы торгуем стоками секонд-хендом высшей категории, мы эти вещи приходовали, то есть мы делали фотографии, размещали в новинки и привлекали в ВКонтакте в группе новых покупателей, старых покупателей, собирали им посылки, можно было копить вещи и отправляться почтой тогда, когда нужно будет покупателю. И в данный момент у нас группа ВКонтакте, называется «Одевайка Сток Киров», она более 16 тысяч человек насчитывает. Два года назад мы открыли уже реальный магазин в Кирове, оффлайн-магазин, да, будем называть, и ведем две деятельности параллельно. То есть кировские покупатели могут забронировать вещи, так же, как междугородние покупатели из России, и прийти, например, примерить в течение двух дней. А в данный момент в связи с карантином магазин закрыли, но доставку по Кирову мы осуществляем. Наталья, вот то, что оффлайн-магазин теперь не будет работать, сильно ли скажется на бизнесе, или просто полностью переведете все в онлайн и каких-то больших, глубоких потерь не ожидаете? Я считаю, что потери будут. 50% потери точно случится, потому что Киров не привык все-таки к онлайн-продажам, то есть им хочется примерить, пощупать, приложить, и они это делали в магазине. Сейчас будет зависеть от того, как люди на это отреагируют. Для межгорода ничего практически не поменялось, они по-прежнему спрашивают, когда будут новинки. У нас они открываются раз в неделю, от одного до пяти альбомов. То есть это и мужская, и женская одежда, может быть, и спортивное, нижнее белье, купальники, то есть всем-всем торгуем, торгуем, но дело в том, что Киров не очень привык к этому. И, Наталья, я правильно ли понимаю, что сейчас в связи с тем, что не работает оффлайн-магазин, нет возможности у людей, у кировчан, которые, например, раньше могли прийти и примерить вещь, нет возможности вот это взять с примеркой? То есть они либо берут, либо не берут? Да, нет возможности. Мы объявили, что мы доставляем по Кирову до тысячи рублей покупки за сто рублей, от тысячи рублей бесплатно. И те, кто привык так делать, то есть у нас есть определенный пул покупателей Кирова, кто всегда и делал, то есть он не может приезжать к нам в магазин на каждые новинки. То есть они накапливали свои покупки и забирали в тот день, когда они могут проехать мимо нашего магазина. И там даже посылали своих родственников по договоренности. И добирали что-то еще могли в магазине. То есть уже посещали как обычный магазин, плюс забирали свои покупки. Сейчас можно только оплатить и забрать свои вещи без примерок уже. Но это тоже... Поэтому это и риски. Это и риски. Поэтому получается, что не все еще, за сколько тут дней немножечко прошло, могут на это пойти. И не забываем, что в связи с тем, что кого-то отправили в отпуска неоплачиваемые, у кого-то вообще длительность пока свернулась. То есть неизвестность будущего страшит людей покупать одежду, если не будет хватать на питание. Да, это правда. Все немножко подужали свои расходы на какие-то вещи, может быть, не основные, не самые обязательные, не самые первые. Благодарим Наталью Бельдиковой. Желаем вам все-таки, чтобы эта ситуация максимально скоро закончилась. И мы все вернулись к привычному нашему формату жизни. Очень надеюсь, что это случится скоро. Я тут, кстати, читала, я правда не проверила, действительно ли это так или нет, что Ля Мода переключились на продукты питания. Да ладно. Да, что у них появилась возможность купить нескоропортящиеся. А консервы круп? Консервы, макаронные изделия, крупы, что-то такое. Ну, то есть я не заходила, не проверяла. Ла Мода торгующие макаронами, это, конечно, очень интересно. То есть у них, конечно, вся косметика и прочие какие-то вещи, из разряда каких-то, может быть, не знаю, вещей для дома, вот это вот все было, но помимо одежды и обуви, то, что основной, наверное, такой товар все-таки, самый такой востребованный. Да, но вот что, продукты питания, надо посмотреть, знаете, действительно. и Wildberries тут прислали тоже сообщение, что они прекращают прием наличности, налички. То есть я так понимаю, что если что-то заказывать и забирать, Это связано, видимо, с безопасностью, потому что я видела уже новости о том, как банки обрабатывают все деньги. Но сегодня, насколько я поняла, что они и банковские карты перестали брать, то есть будут работать только по предоплаченным заказам. Я так понимаю, нам нужно уйти на рекламу. Хорошо, хорошо, перерыв полтора минуты, и мы вернемся. Продолжаем дневной разворот. Анна Лапшина, Дарья Тепузлиева. Говорим о том, как в условиях карантина работает Кировский общепит, магазины и коммунальщики. Насколько я понимаю, у нас на связи Сергей Баранцев, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вот Наталья Михайловна Кряжева, не было у нее, к сожалению, последней информации по нарушителям, только субботни, по-моему, или воскресные вот эти вот 57 предприятий. Увеличилось их количество? Значит, да, работа с сотрудниками полиции проводится в городе Кирове и так же, как в районах области, работают группы, которые обеспечивают контроль за соблюдением режима ограничительных мероприятий. Ну, я сразу подчеркну, что сотрудники полиции не закрывают торговые учреждения, которые работают в нарушении распоряжения правительства Кировской области. Они только фиксируют данное нарушение, берут объяснение и материалы направляют в Роспотребнадзор для принятия решения о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц. Вот за минувшие сутки у меня есть данные по городу Кирову было выявлено 27 таких факторов. И 57 за выходные, то есть порядка 90. И 57 за выходные, но 57 это по области, по Кировской, а 27 это только вот за понедельник. Это тоже по области? Это по городу Кирова. Сергей Павлович, а есть какая-то статистика, возможно, неофициальная, но сами знаете, кто чаще всего нарушает? То есть это общепит? Такой статистики пока нет. Я думаю, когда будут уже приняты конкретные меры Роспотребнадзором о привлечении к ответственности вот этих должностных лиц, кто нарушает постановление правительства, тогда мы уже будем иметь более четкую картину, большее понимание. А патрульным как-то приходится сталкиваться с агрессией, я не знаю, со стороны? Ну, патрульный, еще раз подчеркну, что полицейские не закрывают объекты торговли, которые работают, не требуют их прикрыть, они только фиксируют данное нарушение. Вот наряду с объектами торговли, патрульные наряды, ну, а также, как и сотрудники ПДН, особенно вот это актуально стало с начала текущей недели, обращают внимание и на время препровождения несовершеннолетних, которые зачастую группируются, играют в подвижные игры, ну, тем самым создают риск возможного заражения. Поэтому упор делается прежде всего на разъяснительную работу. А я правильно понимаю, что эта речь идет, ну, в том числе, не как бы не о внутренних каких-то помещениях, а о площадках каких-то детских спортивных парк, там еще где-то? Под контролем политики, под вниманием находятся и места общего, места массового пребывания граждан. Это площади, площадки, скверы какие-то, значит. Вот, и обращают внимание, прежде всего, ну, актуальная тема, это, конечно, дети. Потому что, оставшись без должного контроля родительского, они, естественно, стремятся выйти на свежий воздух. Разновозрастные группы можно увидеть кое-где. Вот, и это, как бы, определенную опасность, как мы все понимаем, представляет. Поэтому, опять же, полицейские проводят и разъяснительную работу и с ними, и стараются в телефонном разговоре с родителями обратить внимание на недопустимость нахождения и приехать добрать своих детей. А, то есть, это не просто разговор о том, что, ребята, давайте-ка расходитесь, а то вы берете какое-то объяснение с этих детей и набирать телефонов родителей? Нет, нет, нет. Ну, у всех ребят сейчас есть свои сотовые телефоны и связь со своими родителями. Поэтому полицейские могут попросить ребенка позвонить родителям, ну, и уже, как бы, передать им информацию, вот именно разъяснительную работу провести с родителями. Но родителям пока ничего за это не грозит. Ну, то есть, условно, это вот будет разговор, только, да, заберите вашего ребенка и, пожалуйста, следите за тем, чтобы он не бегал в массовые места там, да, условно, сидел дома. В правовом плане пока не грозит. Но я думаю, что тут может грозить куда более серьезные неприятности, если они не будут соблюдать карантинные мероприятия. Сергей Павлович, вот смотрите, вокруг нас уже там ТКОМИ, Татарстан уже ввели вот эти более жесткие меры по поводу карантина. В случае, если они будут введены и в Кировской области, достаточно ли у нас патрульных, потому что наверняка их придется увеличить или, возможно, кого-то кабинетных работников будут выводить. Как-то уже прорабатываете в МВД вероятность такую? Ну, во-первых, по введению какого-то режима это прерогатива губернатора Кировской области, правительства Кировской области. Со своей стороны органы внутренних дел обладают резервами для выполнения поставленных задач. Благодарим Сергея Баранцева, начальника отдела информации и общественных связей МВД России по Кировской области. И мы продолжаем. Еще у нас два человека на связи сейчас будут. Попробуем дозвониться до депутата Кировской городской думы Альберта Бекалюка. Вчера Альберт Александрович позвонил возмущенно. И поэтому, собственно говоря, сегодня он с нами на связи. Потому что... По поводу штрафов и разговоров. Где-то около 11 часов появилась как раз информация о том, что Госдума утвердила такие штрафы для граждан. И они достаточно высокие. Там до 40 тысяч рублей. Ну, то есть я тут, правда, не совсем еще разобралась. Они от 15 тысяч. И там пошло дальше. То есть по какому принципу? То есть повторное нарушение или еще что-то? Вот не читала. Надо будет посмотреть, разобраться к кому что. Альберт Бекалюк с нами на связи. Насколько я понимаю. Альберт Александрович, здравствуйте. Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день. Мы сейчас про гигиену будем говорить с Альбертом Александровичем. Потому что вчера вот эта тема, она важная на самом деле. Она как-то прошла мимо. Потому что все говорят сейчас и про магазины, и про какие-то неудобства, связанные с этим. А обычно это наша повседневная жизнь, особенно сейчас. Она протекает в основном квартира, подъезд. Там, да, ближайший магазин. Все верно. Вы говорите. Вот буквально вчера вечером я ознакомился с выступлением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина со своими полпредами, где он четко сказал, что такие структуры, как аптеки, продуктовые магазины и органы ЖКХ продолжают работу на этой неделе в штатном режиме. Что же получается у нас по факту? Вот буквально 10 дней назад от одной из управляющих организаций я получил письмо, что они уходят на самоизоляцию, перестают общаться со своими клиентами, кто им платит деньги, так сказать. На мой взгляд, на мой взгляд, задача этих организаций, как раз, поскольку у нас объявлен карантин, мыть, тереть подъезды, лифты прибирать, обрабатывать ручки дверей. А что мы видим? Самоизоляцию. Никто ничего не делает. Подождите, в большинстве своем. Можно я уточню? В большинстве своем. Все-таки они не контактируют, не принимают, условно говоря, в офисе посетителей с заявками, перешли на дистанционную работу. Или они вообще ушли, то есть сказали, что следствия нет, электрика нет, нам не звоните, пока карантин не закончится. Нет, они сказали, звоните, пишите, но вот вы знаете, в своих объектах, где обслуживают некоторые организации, я таких действий не вижу. Даже в подъезде своих домов. То есть в подъездах не прибирается у вас? Ну, вы знаете, вот песок как лежал, там неделю так он и лежит. Все понятно. Никто не моет. Еще раз говорю, несколько раз в день должны делать, чтобы мы победили эту болезнь. Обрабатывать ручки, там в лифтах эти все кнопки. Никто ничего не делает. Вот поэтому я пользуюсь нашим эфиром, я очень хочу обратиться к Роспотребнадзору, прокуратуре, режиму инспекции. Пожалуйста, проверьте эти структуры. Вплоть до уголовной ответственности. Это игнорирование требований, карантина. Ну, как так можно безответственно относиться? Куда-то там уйти, на какую-то самоизоляцию. Работать должны. Работать. За что вам люди деньги платят? Может быть, это связано с тем, что нет средств защиты сейчас у сотрудников управляющих компаний? Я вчера в ужасе была, честно говоря. Я вчера пыталась посмотреть хоть где-то в интернет-магазинах остались еще медицинские маски. Их нет вообще нигде. Их нет в России просто. Тут вопрос не о масках. Но если вы не находите там какой-то хлорк, обработать там малопроцентным раствором, ну, можно же это все сделать? Можно. Это правда. Это не то, что можно, это нужно делать. Я в своей... И в этой связи меня вообще удивляет вот позиция нашей городской власти. Она тоже у нас пропала вообще из публичности. Мы не слышим ни главу города, ни главу администрации, там, исполняющей обязанности, ни нового замка, который так хочет возглавить. Все пропали. Никто ни с кем не работает. Общественный транспорт у нас сам по себе. Мы слышим там о больших там потерях в доходе этих компаний. Вчера я посмотрел, да, автобусов, количество автобусов на линиях сравнялось, по-моему, с количеством легковых машин. Они ходят пустыми. Зачем мы дальше продолжаем гробить наше пассажирское предприятие? Почему? Где наш городской штаб, который не принимает никаких мер в этом вопросе? Альберт Александрович, ну нельзя же... По вопросу, Анна, извините, по вопросу прибора к улиц. Наше коммунальное хозяйство тоже. Неделя стоит хорошая погода. Хоть кто-то попытался прибрать наши городские улицы, обработать их как-то. Это вот сегодня снегом все завалило. А до этого неделя прекрасная погода. Ни одной машины, ни одного дворника, нигде, никто не требует, никто не заставляет. Работа с коммунальными хозяйствами по принципу приберитесь, пожалуйста, это не актуально на сегодняшний день. Власть должна демонстрировать свою требовательность и жесткость в такое время. А у нас ее нет. Альберт Александрович, самоизолировалась. Последний момент, пожалуйста, по общественному транспорту вы предлагаете еще сократить количество машин? А разве оно у нас сокращено? Сокращено. Я вот вижу по вчерашнему дню, еще раз повторю, что у нас практически количество единиц общественного транспорта сравнялось с количеством легковых автомобилей. Не-не-не, сокращали. Автобусы идут полупустые. А не просто полупустые, они пустые идут. Там по два, по три человека едут в старлейбусах, в автобусах. Не ездит никто. Никто же не работает. Все дома сидят. Так зачем гонять пустые машины, сжечь топливо, тратить деньги, скажите? Ну, потому что ведь кто-то все равно работает. Вот я, например, сегодня полдороги ехала одна в 14-м автобусе, но мне нужно было добраться до работы, и если бы не этот автобус... Вот представляете, сколько стоит себестоимость для этой организации, для транспортной организации вас перевезти одну на этом автобусе? Ну, что делать? Вы что делать? Выхода нет. Дешевле вам подставить. Альберт Александрович, выхода-то нет. Город-то не может быть уж совсем парализован. Все равно же людям надо куда-то передвигаться некоторым. Сейчас главная задача для всех посидеть дома. Посидеть дома. Хорошо. Сидим дома. Спасти свое здоровье и своих родных и близких позаботиться нужно об этом. Альберт Бекалюк был с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Предложения прозвучали с его стороны. Я могу сказать, что мы вот эту историю с тем, почему, собственно говоря, нет сейчас уборки на улицах, мы ее, конечно, возьмем, наверное, в разработку, учитывая, что у нас скорее всего и субботники-то в этом году тоже протормозят. Татьяна Демина с нами на связи. Две минуты у нас остается, показывает мне звукорежиссер. Мы просто попробуем сейчас у Татьяны получить подтверждение. Меня, честно говоря, вот эта фраза про то, что все управляющие компании там, да, себя ведут недолжным образом и не дезинфицируют там вверенное им хозяйство. Она немножко удивила, потому что я знаю, что разбука будет это делать. Я расписывалась буквально там позавчера за проведенную дезинфекцию. Да, в некоторых домах все-таки управляющие компании более ответственно подошли к этому вопросу. Мы сейчас попробуем выяснить, получится, если у нас получится. Ага, ну ладно, не получается. Ладно, тогда про разбуку будет жилет в домах я могу сказать. Буквально позавчера приходили ко мне сотрудники. Есть звонок. Татьяна, да, здравствуйте. О, отлично. У нас тут небольшой сбой в коммуникациях. Скажите, пожалуйста, у нас не так много времени остается. Я правильно понимаю, что ваша управляющая компания все-таки дезинфекцией занимается в обверенных домах? Да, совершенно верно. Мы не дожидая, скажем так, никаких распоряжений и рекомендаций от наших органов власти, вышли с такой инициативой и начали проводить дезинфекцию еще с прошлой пятницы. Более того, с сегодняшнего дня даже планировано привлекать и самих жителей, потому что понимаешь, что затраты, конечно, высокие и очень хочется видеть не просто активных жителей, а осознанных, кто будет и нам в этом помогать. Ой, а как это? Ведь на карантине все, то есть, как они будут привлекаться войны? На карантине, это на карантине, но выйти на свою площадку и обработать хотя бы тот участочек, который внутри вашей лестничной клетки находится, это все возможно. Татьяна, вот по поводу того, что Альберт Бекалюк говорил, что сократилось количество там уборок, потому что сотрудники ушли на карантин, самоизоляцию, это правда? Вы знаете, нет, не нужно возражать против проведения дополнительных мероприятий, понятно, что мы оцениваем финансовые, технические, организационные возможности, человеческий ресурс, мы не сократили уборки, мы делаем это дополнительно, и все зависит от самой управляющей компании. еще вот буквально вопрос, вам много встало вот это вот все, то есть дополнительные какие-то средства? это очень дорогостоящее удовольствие, да, я когда обратилась к частным клининговым компаниям, вы не поверите, мы за день получили несколько коммерческих предложений, там сотни тысяч, поэтому, естественно, выиграли те тендеры, которые приняли на себя тоже и социальную активность и снизили цены до адекватных расценок. Благодарим Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании «Азбукобыт» и дневной разворот на этом завершается. Первый час мы с Дарьей прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова